еще раз всем привет кто на уже слушать на фейсбуке кто сейчас прямо подключается на инстаграме и все уже на зуме надеюсь надеюсь уже не ничего нигде не выключится и мы сможем нормально позаниматься еще раз за техническую задержку и так всем доброе утро доброе время суток кто слушает я если кто в шоке кто куда попал то вы сейчас на уроке по законам благословений которые длится уже с начала карантина прошу прощения всем звук и мы с вами продолжаем учить книжку шокон руха кацар сегодня с помощью закончим одну сложную главу и начнем другую сложную главу сложную главу которую мы с вами заканчиваем это законы и карп в это законы главного и второстепенного ингредиента в составе блюда объясню о чем идет речь напомню мы целый викинг не занимались упорно молились у нас синагоги и занимаясь другими делами но наконец-то вернулись в будничные реалии изучения закона благословений так вот когда дело в том что мы должны стараться каждый день сказать 100 благословений но при этом есть определенный запрет произносить благословение которое не нужно говорить почему потому что во время произношения благословения мы упоминаем имя всевышнего у нас есть запрет на беспричинное произношение имя всевышнего это не запрет который упоминается в 10 заповедях а это запрет который включен в повелевающую заповедь о благопоятности всевышнего то есть нужно с уважением относиться к имени Всевышнего. И если мы говорим на второстепенный продукт в блюде, которое мы кушаем, отдельное благословение, то мы неуважительно относимся а к этому продукту, б к его творцу, потому что не забывайте, что благословение – это наша своего рода конвертируемая валюта, к которой мы приобретаем наше право по ням-ням те вкусные вещи, на которые мы благословляем. Поэтому нам нужно всегда в блюде определить, что такое главный, первичный продукт и что такое второстепенно. Мы говорили о разных специях, которые добавляются, вкусовые добавки. Говорили о очень важном законе о том, что если есть добавки из пяти злаков, на которые нужно говорить мизонот, которые присутствуют там и визуально, и дают вкус даже при том, что они являются подавляющим, или скорее правильно сказать, подавленным меньшинством, мы все равно говорим на них мизонот. И на последнем уроке мы как раз и говорили о важности о том, что точно определить, что такое главное, что такое второстепенное. Также мы говорили о том, что если это второстепенная еда, она может быть даже хлебом, на который не нужно благословить, если вы кушаете это, чтобы что-то закусить. То есть если вы пьете или едите какой-то продукт, который нужно обязательно с чем-то съесть, потому что обязательно это вредно или на здоровье, или тяжело просто кушать, то, конечно же, на него нужно быть благословение, а то, что вы закусываете, на это благословение говорить не надо. Хотя, как мы с вами определили уже, что красиво и хорошо себя вести, это тогда, когда ты скажешь сначала отдельно благословение на закуску, даже если благословение на закуску, оно ниже по своей иерархии в пирамиде благословений, чем благословение на основной продукт, а потом скажешь благословение на основной продукт, а потом уже закусывать на здоровье. И в конце этой главы, И вот, показать, что мы сейчас прямо вот заканчиваем чуть-чуть. Мы вот здесь вот сейчас читаем и заканчиваем главу. Мы начнем следующую тоже достаточно сложную главу. Мы сейчас опять же продолжим тему закуски. Правда, критические ее варианты. Итак, я буду читать и переводить. Как мы помним, этот закон относится ко всем благословениям. Относится точно так же и взаимоотношение главного, и второстепенное. Я переведу. Второстепенное, которое на благословение, которое мы выполняем, обязанность, когда мы благословляем на главное. А напоминаю, что на второстепенное, да, есть обязанность благословить. Просто, когда мы говорим на главное, мы выполняем эту обязанность, чтобы не относиться неуважительно к произношению именно Всевышнего на второстепенную еду. Ну так вот, тот второстепенный продукт в блюде, который мы выполняем, на него обязанность благословить с помощью основного, это можно сделать только тогда, когда оба продукта находятся перед вами, или вы конкретно собираетесь кушать оба продукта, даже если второй не перед вами. То есть, допустим, стоит официант, вы не видите, что у него там на подносе, вы выпили водки, и он дает соленый огурец. На соленый огурец благословение говорить не надо, потому что это у вас, естественно, является закуской теперь. Но это в том случае, если вы знаете, что вы будете кушать, как минимум знаете, что вы будете кушать соленый огурец, даже если он перед вашими глазами не находится, но лучше всего, если оба этих продукта находятся перед вами, и тогда еще раз подчеркиваю, это не то, что мы не должны благословлять на второстепенный продукт, а мы выполняем обязанность благословить на второстепенный продукт, когда мы говорим на основной. Я напомню тоже, что мы говорили с вами на прошлом уроке, что в шаббат и празднике, когда ввиду более краткой молитвы Амеда нам сложнее достичь 100 благословений в день, как мы с вами учили, что это очень важная рекомендация, то мы, да, разрешаем говорить благословения тоже на второстепенный продукт. Но в будние дни точно это не нужно, то есть если с Божьей помощью мы с вами на фарбрейгене, у нас он обязательно будет, даже не обычный фарбрейген, а совместный. По поводу Гиммел Тамус в дня ухода любажеского рэба из этого мира, который начинается послезавтра вечером, в среду вечером обязательно у нас будет фарбрейген, то мы закусываем водку соленым огурцом, то на фарбрейгене специально отдельно соленый огурец говорить не надо благословения, но только в том случае, как мы только что выучили, если оба этих продукта перед вами, или вы изначально собирались закусывать, имели в виду тот соленый огурец, когда выпивали водку. Если ты благословил на главное, а на второстепенное ты не знаешь еще, что ты будешь кушать, и потом тебе его принесли, должен сказать на него еще раз благословение, даже если это было то же самое благословение, о чем идет речь. Если вы выпили водку, и ой-ой-ой, дайте что-нибудь быстро, что-нибудь закусить, закусить, вам дают соленый огурчик, вы говорите на него буре при дома, благословение на плоды деревни. Даже если вам нужно срочно-срочно запить, то, допустим, я не знаю, как истинный шотландец или мусикланец, запивайте виски или текилу пивом. Кстати, огромное спасибо семье Брик, которая здесь присутствует за вчерашний подарок на Fadas Day после очень тяжелого вчерашнего дня. Это было просто что-то, как дегустация грядущего мира. Даже Наташа разрешила выпить целую бутылку. Так вот, если вы запиваете текилу или виски пивом, на них говорят одно и то же благословение. Но если вы выпили и дайте чем-то запить из-за того, что это не было перед вами, и вы не собирались пить конкретно пиво, то нужно скривиться, собраться с силами и все равно сказать шаколь на пиво отдельно, несмотря на то, что вы им только запиваете виски или текилу. Относится ко всему, что не было. Мы говорили об этом законе и раньше, то, что не было перед вами, то на то, что вы не собирались благословить. Мы говорим этот закон, что даже если второй продукт, который вы употребляете, он второстепенен, но если он не был перед вами, вы не собирались его кушать сразу, как закуску, то тогда на него нужно говорить отдельное благословение, даже если его благословение такое же, как на основном продукте, вы повторяете еще раз благословение. И в таком случае нужно говорить отдельное благословение после еды, тоже, даже на второстепенный продукт, только в том случае, если первостепенный продукт, это тот продукт, на который устанавливается трапеза, например, на хлеб или вино, когда мы делаем кедушки, он, благословение после еды, мы выполняем обязанность его благословить, когда говорим благословение на основной продукт. О чем идет речь? С огурцом не big deal, потому что и на водку, и на огурец в конце мы говорим бурен и пашот, короткое благословение после еды. Но если вы закусываете ту же самую водку маслинами, даже если маслины до того у вас лежали в этой водке, вы не собирались кушать, а тем более, если вы быстро-быстро где-то ищете, чем закусить, вам принесли маслины, и на маслины нужно сказать вы говорите отдельно благословение, и благословение после еды на водку и на маслины говорят разное, потому что маслины – это плоды, которым славится земля Израиля, поэтому мы говорим на них благословение после еды, которое называется что мы с вами уже неоднократно обсуждали, укороченное благословение после еды вместо бирката Мазон, а на водку говорим то есть давайте подведем итог сценария, вы выпили водки, и вам сложно, нужно закусить, и вы мечетесь по кухне и находите, конечно же, открытую банку недоеденных маслин, вы берете эту маслину, вам обязательно нужно сказать на него, на маслины боре приаец, хотя на водку вы уже сказали шааколь, потому что ни в коем случае, если вы не рассчитывали, что вам нужно будет после первой закусывать, вы не имели в виду этих маслин, даже если, при том, что бедеават, как говорится, и так сойдет, благословение на маслины входят в состав благословения шааколь, и тогда, после того, как вы закончили ваше анонимное пьянство, вам нужно сказать и благословение сначала после маслин, это брахаме айн шалош, это более длинное благословение, которое, точнее, укороченное биркат Амазон, и отдельно благословение после еды на водку, это буре нефашот, надеюсь, этим понятно, и мы переходим к последнему отрывку в этой главе, и с позже помощью начнем следующую главу, по крайней мере, с предисловием и объяснением, и так, тнай нусаб, здесь еще один очень практический вариант, тем более сейчас, когда Нью-Йорк ходит в фазу номер два, и нам нужно срочно принимать решение, что мы делаем по поводу китуш-клаба, и так, потому что на меня давят массы, давят очень сильно, и так, я прочту и переведу, тнай нусаб лыбраха аль икар, бутерато атафель браха зол, еще одно правило, которое есть по подношению к благословению на главный продукт, и тем самым выполнить обязанность благословить на второстепенный продукт, гу шо хелет атафель бутома комши, вол хелет айкар, да, вело шина бахом бинатан, это когда вы кушаете в одном месте, мы с вами об этом уже говорили, о том, что если ты поел в одном месте, потом перешел кушать в другое место, если ты не имел намерения продолжить трапезу в другом месте, а лучше всего взять с собой какой-то продукт из первого места в другое место, да, как нормальный шаббат не во время коронавируса в нашу общину можно пойти закусить у одних наших конгрегантов, выпить потом у других, а потом еще раз закусить на третьих, это достаточно практиковалось в нашей общине до начала коронавируса, и это замечательно, да, прямо как на одесском привозе от одного прилавка к другому, то каждый раз нужно говорить другое благословение, точно так же в взаимоотношении между главным продуктом и второстепенным, только тогда, когда они оба находятся в одном помещении, то, что мы видим, мы это уже обсуждали, только тогда с помощью одного мы выполняем обязанность благословить на другое, то есть давайте нормальный вариант, вы стоите во дворе снаружи нашей синагонии, как сейчас наставят на то, чтобы там сделать кидуш-клаб после утренней молитвы, и так как соблюдение безопасности, связанной с COVID-19, мы не даем закуску, и все хорошо выпили виски, и срочно нужно закусить, и вы бежите в стримглаб на кухню для того, чтобы быстро взять там какой-нибудь чипсик или какой-то пирожок, чтобы закусить этот сингл-мал, в котором выпили на кидуш, прибежав на кухню, отдышавшись, вам нужно сказать отдельное благословение, только тогда, когда они находятся вместе в одном пространстве, только тогда с помощью главного продукта можно выполнить обязанность благословить на второстепене. Но если изначально у вас накрыта закуска в другом месте, то есть если изначально вы... Давайте я переведу сначала, я сам увлекаюсь этим моментом, как естественно, но если главный продукт это вещь, которая необходима, чтобы просто него нужно было покушать, тогда даже изменение места не освобождает вас от того, чтобы сказать заново первое благословение. То есть если вы не можете выпить виски без того, чтобы закусить, нужно попить водички и так далее, и вы знаете, что у вас там есть закуска, ждет вас на кухне, вы бежите и там не нужно говорить благословение. Но если вы не собирались закусывать, а вам вдруг нужно, то тогда в другом месте нужно сказать дополнительное благословение. То есть вопросы главного второстепенного продукта, люди, говорить благословение или нет, они приблизительно такие же, как мы обсуждали на разных благословениях, что главное, чтобы это было перед вами, чтобы собирались это кушать, и тогда, благословляя на основной продукт, вы выполняете обязанность благословить на второстепенный. Если она находится в разных пространствах, в разных помещениях, или вы не собирались закусывать, то тогда нужно говорить благословение и до, и после, и по поводу главного, и второстепенного, даже если второстепенный продукт имеет то же самое благословение, как и главного, например, водка и пиво, или не дай бог, водка и пиво, конечно, лучше виски и пиво, все равно нужно сказать дополнительное благословение. А если на второстепенную продукт поговорить о благословении, на котором нужно говорить другое благословение после еды, то есть, например, мизонот, нужно сказать миланшалошки, маслины, как мы с вами приводили, то и благословение после еды отдельно нужно говорить на второстепенную. На этом мы закончили очередную главу и начинаем новую главу. Глава, опять же, достаточно сложная, хотя менее длинная, вот я скажу, что мы ее начинаем, это глава, которая посвящена различным напиткам, сделанным из фрукт и овощей, или, что по-простому, называем супчиком. С чем разница между супом и соком? Давайте скажем небольшое предисловие о том, что мы будем говорить, мы этого немножко касались. Раньше сок – это только то, что выжимают из фруктов или из овощей. Или если вы там перемололи, из-за этого появился сок, вы его отжали от перемолотого продукта, например, как морковный сок, например, его морковку перетирают, и потом это отжимают, из этого получается сок, это называется соком. Что называется суп? Супом называется тогда, когда плоды, из которых вы делаете не сок, а компот, например, это тоже суп, они дают свой вкус в жидкость. То есть это, так сказать, на варе, их варят, и тогда главным продуктом является именно то, из чего варят, и, соответственно, даже на жидкость нужно говорить благословение, относящееся к этому продукту. То есть на компот из вишен нужно говорить боре при аец, на овощной суп нужно говорить боре при адама, и, как мы с вами обсуждали, то же самое касается томатного сока, который готовится с помощью варки. Ну, давайте прочтем и переведем хотя бы начало этой главы перед окончанием наших занятий. Любой сок, который выходит из фруктов с помощью выжимки или овощей, благословение на его ше-хаколь. Худ мы аюцем и анавим, кроме виноградного сока, шибирхото бурэ при агут. Кому мы помним, на виноградный сок и производные от него, у нас отдельное благословение, благословение на вино, оно у нас идет отдельным статусом в иерархии благословения. Та, выбирай халаяем бурэ при аэц яца. Если сказал на вино бурэ при аэц, обратите внимание, не ша-холь, а бурэ при аэц, если сказал на вино благословение на плоды деревьев. Почему? Потому что сделано из плоды деревьев, соответственно, это производный продукт, как супчик, например, или компот из винограда, 100% нужно говорить аэц, то даже если ты сказал на вино бурэ при аэц, ты выполнил обязанность благословить. То есть вино у нас не просто стоит особняком, это отдельное благословение, а бурэ при аэц и бурэ при аэц и, соответственно, ша-холь, это те благословения, с помощью которых мы можем в виде эвет выполнить обязанность благословить на вино. Это неправильно. Особенности, когда мы говорим на вино, на вино нужно обязательно говорить предназначенное для него благословение, потому что оно является совершенно отдельным продуктом, используемым в благослужении, к нему мы относимся особенно уважительно. Но теоретически, если вы сказали даже бурэ при аэц, на виноградный сок, то выполнить обязанность благословим. Если вы делаете уксус, который вообще употребляем в еду из винограда, то, конечно, на него говорят ша-холь. О чем идет речь? На уксус, я надеюсь, вы понимаете, благословение говорить не надо. Уксус – это не еда. На него даже ша-холь не говорят. Но есть такой уксус, который еще не столь крепкий или разбавленный, даже винный уксус. На него бесспорно нужно говорить ша-холь, бурэ при аэц, бурэ при атомат. Это настолько переработанный продукт, на который нельзя даже это сказать. Если это уксус, который сам по себе употребляем пищу, а не является как приправой, те уксусы, которые мы сегодня используем, на них можно сказать ша-холь. Но давайте будем практичны. Те уксусы, которые мы сегодня используем, на них вообще не говорят благословение. Они не являются едой. Продолжим еще чуть-чуть дальше по тексту. Если вы не выжимаете сок, а просто высасываете сок из самого фрукта, а сам фрукт не кушаете, а сам фрукт вы не съели, нужно сказать, что ша-холь – это такой же самый сок. Но таким образом, если вы просто высасываете сок винограда, а виноград выбрасываете, допустим, в шкурку, то нужно говорить бурэ при аэц. Не потому, что это продукт, приготовленный из винограда, а потому, что когда вы высасываете виноград, то вы высасываете всю мякость, которая как таковым является соком, и является только шкурка. Это то же самое, что вы кушаете просто виноград. Но если вы возьмете апельсин и выдавите себе в рот, то тогда на это, конечно же, говорится ша-холь. Если вы после этого захотите еще пожевать апельсин, то тут, кстати, вопрос, нужно у него говорить бурэ при аэц и бурэ при аэц. Если он достойен того, что у него сказать еще бурэ при аэц, и он еще выглядит как апельсин, то нужно сказать бурэ при аэц. Ашутэ шэмен левадо – тот, кто пьет просто масло, мы с вами об этом говорили, но и варай халап уинфней шимасик венку ланабиштято. То есть речь о любом масле, кроме оливкового. Любое масло, которое вы просто пьете, и на него не говорят благословения, оно не является продуктом. И только на оливковое масло, которое является самоцелью сажания посадки с оливковых деревьев, на него принято говорить бурэ при аэц, если вы его кушаете отдельно. Я вернусь к вопросу, который задавали, когда мы обсуждали этот вопрос. Масло в салате, если там у вас смешалось, заправили масло с оливковым маслом в салат, если вы кушаете именно этот, я не знаю, как оно точно называется, сок, это жидкость, которая вышла из салата ложками, что бесспорно вкусняшка, особенно во время похмелья, то, конечно, на это не нужно говорить бурэ при аэц, это абсолютный спокойный шаколь. А если вы кушаете просто масло, любите выпить какого-нибудь там подсолнечного масла, я не буду вдаваться в сложности вашего характера по этому поводу, то на него не говорят благословения, потому как это не является продуктом питания. На этом мы сегодня остановимся. Еще раз хочу извиниться за техническую задержку сначала, что была какая-то проблема с нетворком. Хочу сразу сделать объявление, что с Божьей помощью в среду вечером вместо OZ Lounge у нас тут нарисовался парбрегин, который через Гиммл Тамаса, через Дня ухода из этого мира Любавического Рэбэ, который мы будем проводить вместе с русскоязычной еврейской общиной Торонто. Это будет 8 часов во вторник, так что в среду, так что запасайтесь Лыхаемом, и ваш покорный слуга будет проводить совместный парбрегинг. Все-все-все приглашены. Я думаю, что мы хорошо проведем время. В любом случае, всем хорошего месяца. Мы сегодня празднуем Рашходыш Томус. Не забывайте все вставки. И есть особая фишка в этот день покушать обязательно что-нибудь с хлебом, трапезу с хлебом, для того, чтобы в благословении после еды сказать вставку на Рашходыш, вставку Я Леве Я Ву. Всем хорошего месяца. На этом мы сегодня.